Привет-привет, друзья! Вы на канале BobGTX и сегодня у меня вот такие новости для вас. Вот зимнее обновление уже и добралось к Adobe Mi. Overlook Bay тоже хочет похвастаться своими самыми лучшими зимними картами. Но сейчас мы посмотрим, что же добавилось в Adobe Mi. В Adobe Mi добавилось у нас всего лишь каток, речка у нас замерзла и добавился вот такой большой замок. Этот замок у нас охраняет вот такой злой фрост, дракон какой-то, фрости дракон. Мы туда попасть не можем и увидеть, что там происходит тоже не можем. Разработчики нам рассказали, что это лишь первая маленькая часть зимнего обновления и что пока нам надо только ждать, чтобы увидеть новых питомцев и новые подарочки, что они нам приготовили. Вот такое милое здание еще есть. Посмотрим подарочки. Есть куча подарочков. Есть большие елочные игрушечки. Они валяются под каждым деревом. Тоже очень-очень классная тема, мне кажется, потому что праздничное строение все-таки потихонечку появляется. Но вот такой фростик или вот эта защитная стена нас не пускает посмотреть, что же там в замке. Очень хочется хотя бы одним глазком заглянуть внутрь, ребята, что там происходит. Очень-очень мне реально хочется, чтобы мы узнали, какие же еще питомцы нас ждут, кроме морозной вот этой совы и, возможно, вот этого дракона. Я думаю, что еще ждут как минимум питомцев шесть нас. Наверху есть дверь, где я пробовал тоже забраться внутрь. Кто не знает, если где-то есть какие-то щелочки, то можно, в принципе, взять питомца, взять коляску и вместе с колясочкой пробовать вот так его туда пропихнуть и сесть на этого питомца. Если получится, то вы зайдете внутрь. Если не получится, то вы просто вот так будете бегать. Погнали на другое место. У меня не получается, конечно, туда залететь. Но есть еще одна дверь. Давайте еще одну дверь протестируем. Кто уже смог попасть внутрь, пишите, что вы там увидели, если, конечно, это возможно. Я забагался вот вместе с своим питомчиком. Такой он прикольный. Да, мы внутрь не можем попасть. Мы можем только вот так, блин, здесь торчать из двери. Ну, немного, немного-немного побега. Я так и понял, что нигде нет лазейки. Возможно, я просто ее не нашел. Вот такие неплохие обновления были в Adopt Me сегодня ночью. Но у нас еще есть одна игра, которая тоже может похвастаться уже новогодними, зимними обновлениями. Она называется Overlook Bay. Пошли туда, посмотрим, что же там. Заходим в Overlook Bay. Играть. У меня, как всегда, первый день, потому что к обнове я не заходил. Появился все-таки поезд. Появилось 18 раздельских питомцев. Появилось 16 машин и 3 работы, чтобы получать печеньки. В Overlook Bay нам придется собирать печеньки, а не конфетики. Посмотрим, что тут у нас на станции закрыто. Ну что, погнали в поезд и в путь. Так, нас перебросило в поезд и мы куда-то едем. На северный полюс написали вроде бы. Сейчас посмотрим, что же там на северном полюсе. Ребята, а тут, а тут время праздника. Вот это красота. Кто не был в этой игре, заходите обязательно, посмотрите. Здесь есть список ежедневных заданий. Собрать печеньки, прокрутить колесо, помочь Санта Клаусу вместе поработать с эльфами. Окей, так. Еще у нас тут есть вот такое колесо фортуны. Сейчас подбежим к нему. Каждые 15 минут я вам советую там нажимать на кнопочку, чтобы получить печеньки. Ждем, что мне выпадет. Я думаю, что выпадет печеньки. Печеньки, печеньки, печеньки. Ой, соточка. Ребята, 100 печенек сразу. Вот это удача. 50 есть, 250, 200, 300. И возможно даже выпадет вам просто сразу же капсула. Вы представляете, капсула с питомчиками. О, есть такая горка, сугроб такой, снега. И мы можем брать или пить снежки. Давайте побросаем их куда-нибудь. Прикольно. Вместе с друзьями можете протестить эти прикольные штучки. Ой, девочка пробежала. Я попал в нее, но ничего не происходит. Я думал, она еще и упадет. Но нет. Еще появились транспортные средства. Но они, к сожалению, не продаются. Они очень прикольные. По улицам мы бегаем и собираем печеньки постоянно. Берем метлу и вмотаемся по всему городу. И собираем печеньки, ребята. Чтобы получить капсулы. А из капсулы нам попадется какой-то помчик. Чтобы собрать печеньки, необходимо еще бегать по вот этим маленьким домикам, где живут эльфы. И петь им рождественские песни. И они нам тоже дают печеньки. То есть, есть несколько способов, чтобы заработать эти печеньки. Первый, это собирать по улицам. Второй, это ходить к эльфам. Третье, это крутить колесо фортуны. Четвертый, это помогать Санта-Клаусу. Вот такие способы, чтобы заработать как можно больше-больше печенек. Прикольно, что он ходит к эльфам и поет разные песни. И эти эльфы нам дают от 5 до 25 печенек. По крайней мере, у меня больше не было. Надеюсь, вам попадется где-то побольше этих печенек. Чтобы получить еще печеньки, я вам рассказывал, что надо помогать Санта-Клаусу. В этой игре есть 3 работы для Санта-Клауса. Это собирать подарки. Это печь печеньки. И вот так раскладывать подарки по местам. Две у нас такие штучки есть. В одну штучку мы ложим подарочек, в другую штучку камни. А вот такие, что воняют подарочки, мы пропускаем. Они, наверное, уже испортились, ребята. И вот так мы просто сортируем подарочки. Это самый легкий способ, потому что там, где печеньки и там, где подарки собирать, надо еще смотреть, что мы собираем, куда и какого цвета. Так что не забывайте, что не просто надо собрать подарок, а посмотреть на картинку. Там она на столике. Что нам надо собрать. Там все написано. И за это нам даются 150 печенек, если мы все нормально сделаем. Вот такой классный каток появился. Здесь мы ничего пока не зарабатываем. Но можем покататься. Возможно, в будущем тут тоже будут какие-то задания. Так что учимся кататься на коньках. Это очень просто и весело. Не забываем собирать вот эти печеньки. Они очень быстро появляются. Берем метлу, транспорт и погнали собирать по всему городу. Ну а когда есть время, можно просто отдохнуть вот тут. Так, подсобирал я чуть-чуть печенек. Мне хватит на две капсулы. Тут продаются у нас подарочки. Ребята, по 400 печенек, подарочки. Там попадается транспорт, я так понял. А тут продаются у нас уже капсулы. Давайте посмотрим, что нам выпадет из первых капсул. Вот Мадефисента вместе со мной. И ждем, что нам же попадется. Красивая капсула в виде вот такой игрушки. Мы держим за елочку ее. Не знаю, почему вот так разработчики сделали, что мы за елочку держим. Можно было как-то внизу сделать, что мы ее держим. Ну, пока так, пока так. Давайте посмотрим, что нам попадется. Это наши первые капсулы. Интересно, какие питомцы ждут нас в этих капсулах. Так, бросаем капсулу и ждем. Ой, прикольный питомчик. У Насти попался котик, а у меня белочка. Всех питомцев мы не знаем. Питомцев много, но мало кого показали разработчики. То есть, для каждого это сюрприз. Бывают такие питомчики попадаются, что мы вообще их не видели. И каждый будет радоваться, что вот у него попался такой питомец. Ребята, все питомцы скрыты на табличке. Так что давайте еще одного открою. Белочки я не видел. Белочку и котика такого рождественского тоже не видел. У меня еще есть денежка на одну капсулу. Печенник насобирал так. Так, открою и все. И посмотрим, что там попадется. Так, давай, давай, давай. Что-то очень хорошее. Блин, мне попался снеговичок. Не знаю, какая это категория. Сейчас быстренько посмотрю. Но это очень милый питомчик, мне кажется. Ой, он легендарный. Ребята, смотрите, это легендарочка. Мне со второй капсулы попалась легендарочка. Это, наверное, какая-то удача или что. Ой, и сразу трейд. Сразу трейд на моего сноумена. Снеговичка. Нет, я его никому не отдам. Он у меня пока один. Пока не буду его менять. Но посмотрю, что готовы отдать за этого снеговичка. А раз мне бросает уже второй раз эта девочка трейд. А отдаёт она легендарку и кучу питомцев. Ну, мне такое, конечно, не подходит. Я ей покажу, что у меня легендарный сноумен. И она добавляет и добавляет всё. Всё, что угодно, только отдая снеговичка. Нет, эти питомцы попадаются с обычных капсул. Так что не советую вам отдавать новогодних питомцев. Вот такие обновления, ребята, у нас были вчера ночью. Кто не знал, как зарабатывать печень в Overlook Bay, я вам рассказал. В Adobe Mi чуть поменьше информации. Но всё равно очень-очень всё интересно и прикольно. Подписываемся на канал, ставим колокольчики. На сегодня всё. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»